Красотка моя вылетела Валя, где Валя? Костик по машине Прибыли на место Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас снежок идет Такой легкий-легкий снежок Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что да, сейчас едем немножечко отметить... Ну да, а как же... Поехали... У мамы сегодня день рождения... Ура! 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 Конечно, было. Как у сердца? Конечно, нет. Я не хотела, если на камеру говорить громче. Ты говоришь, тише сейчас. А, да? Ты должна говорить громче, как по телефону. Вот по камере говори громче. Это я вырежу потом. Да. Да, громче. Ты очень тихо на камеру стараешься. Говоришь, тихо почему-то. Я уже заметила, когда я снимаю. Говори громко, как обычно. Да. Вот. Так Чардаш кто? Чардаш Монти. Мама. Кайф? Кайф. Кайф. Загреваемся. Ёбатаки. Красота. Красота. Да, да, идешь, и теперь разворачивайся. Уже? Да, да, потому что она будет вылазить сейчас с двух сторон снег, и ты образуешь новые линии, которые надо убирать. Осторожнее, потому что кажется, это легко, а потом руки болеть будут очень сильно, с непривычки. Нет, здесь не надо, но это видео. Это видео, смотри. Это для тебя, это мама тебе дарит. Да ты что, мне тоже есть? Ну ничего себе. Ой, какая птичка хорошая мне будет. Это тоже для тебя, папа Валя. Да ты что? Инка, как неприятно. Это для тебя, Валя. Боже мой, я думаю, что это? Ну, Инка, ну ты отдела влияперды. Это наволочи. На, обалдеть. А я думаю, что это я люблю. Бам, 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 тарарара. Тарарарарарара. Это видео. Мы садимся за стол. И, Дошенька, где ты сейчас уходишь? Мне нужен ножик, это мне. Габуська, где ты? Да, руками, целый круг, длинный кусок. Ну, вилкой можно, но он уже... Но он не ломается, как все. Мама, машем рукой все сюда, помашите ручкой. Мама, машем рукой, целый круг, длинный кусок. Мама, машем рукой, потому что это видео. Мама, машем рукой, потому что это видео. Мама, машем рукой, целый круг, длинный кусок. Какое твое лучшее воспоминание из этого визита в Канаду? Отвечаем быстро, не думаем долго. Ну ничего, еще раз, мне надо несколько раз повторить. Какое твое лучшее воспоминание из этого визита в Канаду? Ну как лучшее воспоминание, конечно, то, что мы были в Торонто, в центре, наконец-то. Если бы ты могла отправиться куда угодно, какое место ты бы выбрала и почему? Куда угодно, ну я же сказала, только там, где дети. Торонто. Торонто, в Канаду. Даже могла бы в Монреаль, а вы в Канаде. Если бы ты могла иметь только пять вещей, что бы ты выбрала? Интернет, мобильный телефон, катер, самограмм, самобралку. Видишь, как человеку мало нужно, даже не знаешь, что тебе нужно. Да, дело в том, что просто я хочу главное выделить, но ты говоришь, что, значит, друзья тоже не считают, именно что, из вещей. Нет, друзья это тоже как предмет. Хотела бы, чтобы со мной всегда были друзья, мои преданные, чтобы я с ними не расставалась. Семья у меня будет в интернете, а что делать? Да что ж такое? Все такое необходимое вроде, так, господи, и не скажешь. Интернет, телефон, скатерть, самобранка, друзья. Потому что скатерть, самобранка, там все, что хочется, это самое главное, друзья, удобная обувь. Ну, допустим, тоже неплохо. Какой момент твоей жизни был самым переломным? Самым переломным, конечно, переезд в Израиль. Так, если бы ты выиграла лотерею, как бы ты поступила с выигрышем? Я бы срочно себе купила, в первую очередь, недвижимость. Так. Недвижимость, естественно, в Канаде, там, где, может быть, было бы в другой стране. Недвижимость в Канаде, и недвижимость бы я не отказалась, может быть, даже в Калифорте. Так, то есть ты бы потратила недвижимость, ну, допустим, у тебя было бы еще деньги. Недвижимость, автомобиль мне не нужен, потому что я бы водителя себе взяла, если бы на такси ездила. Поэтому вот это самое основное, путешествие. Как все путешествия? Ты бы путешествовала. Я тратила бы на путешествия, да, на такие удобные, как неудобные. Можешь ли ты вспомнить самый неловкий момент в своей жизни? Самый неловкий? Боже, ну ты даешь. Инна! Это такие, это вопросы, над которыми... Не предупредила, я бы подготовилась. Нет, это самый интересный момент. Самый неловкий момент, самый смешной. Ну, последнее, что мне приходит только, конечно, последнее, это аэропорта. Все, что связано с аэропортом. То я упала один раз в аэропорту, там не было неловко. За это тебе было неловко? Неловко я упала. А за что было смешно? А смешно... Да, ну нет, смешно трагически было. Ну, то есть неловко за то, что упала в аэропорту. Упала в аэропорту, потому что, что у меня есть в последнем. Хорошо. На кучей народу. Да. Смешно у меня, по-моему, через раз смешно. Через день. Все у меня смешно. Сейчас буду говорить. У меня смешно, немного с дятем связано. Я могу что-то смешное сказать. На какой возраст ты себя ощущаешь сейчас и почему? На сейчас я себя ощущаю. Ну, я свой возраст, в принципе, никогда не чувствую. Я просто могу его назвать, когда мне будет 1,6,7 лет. А так я себя ощущаю. Ну, правда. Ну, пока вот по ощущениям... Где-то остановилась, может быть. Не больше, не больше 50. Угу. Хорошо. Какой навык ты бы хотела освоить и почему? Какой навык? Да. О, это у меня есть много навыков. Во-первых, я действительно хотела бы научиться рисовать. Что еще я хотела бы, что я хотела водить в машину? Я никогда не хотела. И что-то мне еще крутилось. Я еще даже тебе, по-моему, говорила, что ты еще... Английский язык, может быть? А, да-да-да. Выучить французский. Мне нравится произношение, естественно, английский. Очень бы хотелось. Хорошо. Если бы на один день ты стала мужчиной, что бы ты сделала? Ой, я бы любила женщину. Мне кажется, я бы любила всех подряд. Я никого бы не обещала. Всех подряд. Ну, жениться, я не знаю, но то, что любила бы, это однозначно. Если бы твоя жизнь была сериалом, как бы он назывался? Ой, он... Сериал? Ой, Инга, ну ты даешь. Если бы моя жизнь была сериалом. Приключение Валюши. Приключение Валюши. Самая экзотическая еда, которую ты когда-либо пробовала? Самая экзотическая еда, ты мне экзотическая, только я могу есть у тебя попробовать. Вот это ты мне экзотическое давала, я не знаю, как называется, вот это вот... Джекфрут. Вау. И очень личи мне нравятся. Для меня это экзотическое, остальное меня не трогает. Пока. Я сейчас не вспомню еще. Твой любимый фильм? Мой любимый фильм? Один. Любых времен, слюна любом языке. Любимый. Ну, естественно, все, что связано с Новым годом. Да ладно. Я думала, красотка. Красотка. О, видишь? А ты... Я что думаю, сколько... Какой фильм я посмотрела? Потому что есть вопрос, на который нужно знать ответ сразу. Да, потому что у меня настолько, что ты права, я могу его смотреть без перевода. Просто смотреть и знать, какое каждое слово. Доченька, ну ты меня лучше знаешь. Как тебя называли в школе? Меня называли Рыжая Мударья. Это я помню. Я была рыжая. Касание рыжая. То есть твоя кличка? Рыжая Мударья. Просто рыжая? Нет, просто рыжая не была. Рыжая Мударья. Больше меня никак не называли. А Плюша? А? Плюша только один человек называл. Плюша в студентах. Это в студентах уже, Танюшка. Ой, любимый. Плюшка. И последний вопрос. Ой, ты уже так быстро. Какой новогодний костюм на тебя надевали в детстве? В детстве снежинку и лису. Была всегда снежинка и однозначно. С Марли все бабушка мне делала. И лиса помню. У меня хвост был. Вот это было то, что я помню. Все? Блиц вопрос окончен. Я побыла в зиме. Я побыла в Новом году, Новый год. Ну, Мэри Крисмас у них тут вообще широко. Я посмотрела шикарное украшение улиц, домов. Я была в шоке от этой иллюминации, от таких фонариков разнообразных. Фигурочек возле домов. Они ко мне провозили, я смотрела. Ну, просто все у меня, ну, не все не заснимешь. Поэтому я побывала совсем в другом периоде жизни и канадской. То я все время лето, вес осень. А здесь зима. Зима за 20 лет. Первая моя зима. Поэтому это самое большое впечатление. Вот. Все. И уже мы все-все. И вот это уже все. Все. Мы желаем тебе хорошего поездки. И увидимся скоро. Поехали!